И всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Задыния Квартём И сегодня мы поиграем в Бедварс на сервере, который называется Хайпиксель И сегодня мы поговорим о том, что происходит в Украине Да, дорогие друзья, как вы знаете, я живу в городе Киев, это Украина И именно в этой стране ведут сейчас боевые действия И вкратце я вам расскажу, как это происходит, что вообще происходит в городе Киеве Что происходит в других городах Украины, потому что не только в Киеве началась война Так что мы сегодня об этом поговорим Можете, в принципе, перед началом данного видеоролика поставить лайк Расскажу всю информацию, которую я знаю Подписывайтесь обязательно на мой канал, нажимайте на колокольчик Давайте постараемся набрать по данным видеороликам 65 лайков Ну а мы уже переходим к нашему розыгрышу на лицензию Майнкрафта с полным доступом на сайт Поехали! Ну а перед началом данного видеоролика я хотел бы вам разыграть лицензию Майнкрафта с полным доступом на сайт абсолютно бесплатно Также данная лицензия имеет доступ к Хайпикселю Чтобы её получить, вам нужно поставить лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик И написать комментарий, в котором будет больше трёх слов Итоги будут в следующем видеоролике по Скайварсу Ну а вот победитель из прошлого розыгрыша Напиши, пожалуйста, личное сообщение группы ВК DanecaGames.net И мы тебе выдадим твою лицензию Майнкрафта с полным доступом на сайт абсолютно бесплатно Играешь в игры, но у тебя не хватает денег? Заходи на DanecaGames.net Всего за 19 рублей ты сможешь получить лицензию Майнкрафта Только у нас большой ассортимент Низкие цены, доставка 24 на 7 И всё это на DanecaGames.net Ссылка в описании Также мы ежедневно раздаём ключи Steam в группе ВК Начинается наша первая игра на карте, которая называется Skyrise Вроде вот так эта карта называется, если я не ошибаюсь Вот так вот выглядит данная карта Карта в принципе красивая Играем мы за серую команду Играем мы в режим Solo Bad War Solo Здесь у нас есть 8 команд И в каждой команде по одному игроку Играя за серую команду, возле меня находится розовый игрок Давайте мы на него сейчас как раз таки и пойдём Или всё-таки пойдём, наверное, на красную Да, пойдём на красную, потому что красную на меня уже строится Так что я тоже строюсь, получается, на него Всё это произошло 24 февраля Что именно эта война в Украине Я про неё вам сейчас расскажу подробнее Потому что сейчас, если я расскажу, тогда я могу очень сильно запинаться Потому что я сейчас буду нападать на этого красного игрока Но мы пока на него потихонечку простраиваемся Надеюсь, что я смогу ему сейчас ломать кровать Мы пока простраиваемся Отлично, нахожусь уже именно здесь Я уверен, что вы уже знаете много информации о войне в Украине Со стороны Российской Федерации Потому что я уверен, вы смотрите новости В новостях это всё показывают В любой стране это показывают Даже если вы, не знаю, живёте в Белоруссии Там в Казахстане, в том числе в России Давайте мы быстренько заберём ещё алмазы, которые у нас находятся вот здесь Красный игрок, кстати, у нас ливнул Так что красного игрока у нас нету Началась война в Украине 24 февраля Точнее позавчера, потому что данный видеоролик выйдет 26 числа Давайте мы пока ещё купим себе броньку Прокачаем точнее бронь на защиту 1 Очень-очень хорошо И давайте мы теперь переложим, получается, вот сюда вот шерсть Точнее купим побольше шерсти и переложим её Так вот, дорогие друзья, сегодня я вам побольше информации расскажу Чем вам рассказывают это всё в СМИ Потому что я сам вижу своими глазами всё, что происходит в городе Киеве И что происходит в других городах Потому что я сам живу в Украине Итак, давайте мы пока заберём ещё изумруда, который у нас находится вот здесь Здесь у нас есть 24 изумруда Кстати, на меня... Ой, 24 изумруда 4 изумруда? Точнее, 2 изумруда, боже, что я говорю Запинаюсь немножко, извините, потому что записываю данный видеоролик спеша Потому что у меня очень-очень много дел на сегодня И вижу, в принципе, жёлтого игрока, который просто берёт и падает Ну, молодец, братишка Зато мне не придётся тебя убивать, потому что ты сам взял и упал Наверное, многие сейчас будут писать в комментариях Артём, почему ты не уехал с Киева? Алло, ты же знал то, что здесь будет война в Киеве Это просто было невозможно сделать Были очень огромные пробки, когда я его узнал Узнал я, кстати, это в 6 часов утра, 24 февраля Как я это узнал? Я просто спал и услышал просто жёсткий взрыв Когда я услышал этот взрыв, проснувшись, я сразу умылся И, понятное дело, начал заниматься своими делами А точнее, сначала я начал гуглить, что вообще происходит Что это за взрыв такой? Я думал, ну, может, что-то просто бабахнуло Может, что-то взорвалось А оказалось, это война, дорогие друзья Да, пришла война в Украину Вот такое вот возможно Давайте мы, кстати, ещё возьмём, купим себе Вот такой вот алмазный меч И также прокачаем его на, получается, шарпность 1 Дорогие друзья, всё очень хорошо И, в принципе, можем купить себе ещё динамит и фаербол Можем отправляться теперь к нашему противнику Который у нас находится там А точнее к жёлтому нашему игроку Потому что он сам на меня шёл Я, на самом деле, такой человек, который не паникует В таких ситуациях Я просто сначала загуглил, что происходит Информации было на то время очень мало Потому что это всё происходило вот-вот Почти никто ничего не писал об этом Потому что, вы сами понимаете 6 часов утра, ребята Все, получается, спят Кто об этом вообще будет писать? И давайте мы пойдём на этого зелёного игрока Потому что он от меня сейчас убегает, кстати И он, на самом деле, очень-очень хитрый Я потерял, получается, все свои изумруды И свой алмазный меч, который был зачарен на шарпность 1 Это очень грустно, но ничего страшного После того, как я, получается, почитал новости Я не паниковал ни в коем случае Я, на самом деле, такой спокойный человек Я никогда не паникую ни в каких-то ситуациях Даже когда у меня канал взломали, который я его 5 лет Я не паниковал Я всегда всё обдумываю Прежде чем делаю Так что, с самого начала я решил выложить видео наперёд Потому что у меня были записаны видео наперёд Точнее, там 3 видеоролика Какие я вам не скажу, потому что это будет спойлер Они у меня были уже наперёд записаны, смонтированы Превью было наперёд, всё сделано Так что всё супер Я выложил эти видео, потому что вдруг интернет пропадёт Вдруг ещё что-то случится И я не смогу выложить для вас, к сожалению, видеороликов Так что я принял решение Выложить наперёд видеоролики на ютуб и в тикток Потому что, как вы знаете, тиктокки я тоже как бы снимаю У меня есть тикток аккаунт, на котором почти миллион подписчиков Поэтому на него тоже надо выкладывать видео каждый день Поэтому, дорогие друзья После того, как я всё это выложил Я начал заниматься своими делами Я посмотрел в окно, всё было тихо Никого не было Даже я видел некоторых людей, которые просто собаками Несмотря на то, что началась война в Украине Это было очень-очень странно Но, как вы понимаете, всё не так уж и хорошо Я, кстати, убил этого зелёного игрока Давайте мы пока купим, получается, себе шерсть И давайте мы пока это всё переложим сюда Наверное, купим сейчас динамит и фаербол Потому что это очень нужная вещь Итак, что происходит сейчас в Украине Сейчас у нас 25 число Я записываю данный видеоролик в спешке Потому что у меня ещё, ещё раз напоминаю, много очень дел Иногда бывают сирены Когда они звучат, это значит, что надо где-то спрятаться Потому что может сейчас идти Или обстрел в городе Или ещё что-то происходить Так что, если слышишь сирену, надо сразу прятаться Где? Можешь в подвале Можешь в бункере Где тебе ближе и куда тебе ближе бежать Потому что, если у тебя бункер где-то далеко находится Понятное дело, ты в него не побежишь Если сирена работает в городе Туда тебе надо бежать всё-таки в подвал Если он, конечно, ближе Если ближе бункер, тогда надо бежать в бункер Но всё-таки бункер, на самом деле, намного лучше, чем в подвал Я убил этого игрока Давайте ему быстро сломаем ему кровать Я не сломаю, потому что, к сожалению, дорогие друзья У него кровать застроена очень жёстко Я убиваю этого игрока У него очень плохой меч Так что я ему ломаю кровать И просто его убиваю Этого игрока больше нету Так что, как-то так Дорогие друзья, что ещё могу вам рассказать насчёт этой ситуации? Наверное, всё это подробнее ещё запишу вторую часть Где я расскажу побольше Потому что сейчас всю информацию рассказывать я, к сожалению, не могу Так, где у нас игроки? Вот здесь я пока прибегу на свою базу Хотя нет, я хочу попробовать убить этого бирюзового игрока, который на меня бежит Это, кстати, последний игрок у нас остаётся Давайте, наверное, побежим к себе обратно на базу Хотя я даже не знаю, бежать, не бежать Очень много даже есть фейков в их СМИ Так что, ребята, пожалуйста, не доверяйте каждой информации, которую вы читаете в интернете Потому что очень много фейков в интернете Пожалуйста, ребята Раздумывайте всегда всё, что вы читаете Думайте, правда написано или неправда Я убиваю этого игрока Отлично Но мне, к сожалению, он сломал кровать Ну, в принципе, в этом ничего такого страшного, я думаю, нет Так, покупаем динамит, покупаем золотые яблоки И также давайте мы возьмём и, получается, купим вот эти вот штуки В этом видеоролике я не буду никого защищать Ни Украину, ни Российскую Федерацию Потому что я аполитичен Я не хочу этим сейчас заниматься У меня есть своё мнение, которое я высказывать не буду Потому что я понимаю то, что меня смотрят люди, которые живут в России Которые смотрят меня в Украине Я просто рассказал то, что я вижу своими глазами То, что я знаю Много сейчас в Украине танков со стороны Российской Федерации Кстати, я вижу здесь вот игрока, которого я сейчас попробую убить Надеюсь, у меня получится это сделать Да, я его убил Кстати, у меня осталось одно ХП Давайте мы пока фастиком отхилимся Так что вот такая вот получается ситуация, дорогие друзья Очень сейчас опасно Так что, ребят, я фастом записываю данный видеоролик И дальше буду его монтировать и выкладывать сразу наперёд Потому что не знаю, что будет дальше Вдруг, я ещё раз напоминаю, интернет пропадёт И я не смогу вас радовать своими, как бы, видеороликами Так вот, почему я не уехал в другой город? У меня есть дом в другом городе Но я решил остаться в Киеве Потому что были очень огромные пробки Очень много было аварий на дорогах И в другой город было очень страшно ехать Потому что, во-первых, пробки Во-вторых, много машин, много аварий было И было очень много взрывов И было непонятно, что ты можешь просто ехать И в тебя просто влетит какая-то ракета И как бы всё Минус твоя жизнь, как бы минус твоя машина Минус всё Поэтому вот такая вот ситуация Я остался в городе Киеве И также мне ещё мешала моя деятельность на Ютубе Потому что, вы сами понимаете Есть мои видеоролики Их надо публиковать регулярно Одно видео в 4 дня Это как минимум Так что, если я нарушу свой строгий график Как Иван Золо Это будет очень плохо И также у меня ещё свой ТикТок аккаунт На который я тоже должен выкладывать видео Поэтому вот такая вот получилась ситуация К сожалению, из-за пробок я не смог выехать И также из-за того, что, как бы, мне надо регулярно выкладывать видео на Ютуб Итак, давайте мы пока переложим все эти ресурсы сюда Я к своей деятельности на Ютубе отношусь серьёзно Так что, если у меня есть свой график, я должен его придерживаться всё время Давайте мы пока прыгнем вот сюда Аккуратненько пройдём, получается, сюда И заберём вот эти алмазы, которые у нас находятся здесь Так что, да, я думаю, всё-таки вторую часть я буду записывать Потому что одной частью не обойтись Очень много информации Которую некоторые не могу вам рассказывать Некоторую могу Так что вторая часть 100% у нас будет Но когда она выйдет, неизвестно А давайте-ка мы попробуем сейчас убить вот этого игрока Также есть городов, которые сейчас захвачены Я не знаю именно на данный момент информацию, какие это города Но я знаю, какие были захвачены 24 февраля Не знаю, сейчас освобождены они или нет А давайте-ка мы ещё раз вернёмся к себе на базу Потому что мне надо купить больше эндерперлов И как бы всё, чтобы я мог просто телепортироваться к этому игроку Вот Очень мало я сплю ночами Потому что в любой момент может произвучать ирена И придётся эвакуироваться в какой-то бункер или в какое-то убежище Так что это на самом деле очень опасно Это не смешно, ребят Если вы будете писать комментарии, ха-ха-ха Так тебе и надо, ла-ла-ла-ла и так далее Не, ребят, это не смешно Вы в такой ситуации не бывали Не советую никому в такой ситуации побывать Потому что это очень страшно Когда тебя бомбят и непонятно откуда может прилететь ракета Вот сегодня утром 25 февраля На какой-то улице взорвался дом Точнее в него просто влетела ракета И это реально очень жёстко Ракета со стороны Российской Федерации Так что это очень опасная такая штука, ребят С этим лучше не шутить Никому не советую бывать в такой ситуации Давайте-ка мы потихонечку вернёмся сейчас Получается вот сюда И будем сейчас телепортироваться к этому синему игроку Точнее бирюзому, который у нас находится вот здесь Я просто к нему вот так бегу потихонечку Пока он там что-то делает Не знаю, что он там делает Опа-опа-опа-опа Я его обманул Он думал, наверное, то, что я к нему сейчас прибегу И я его... То есть он у меня сзади скинет Но нет, у него не получилось это сделать Ставлю делимит, отхожу, получается, вот сюда Он что, ливнул или что-нибудь? Его почему-то нет, этого игрока Да, он ливнул И это у нас победа Где я сделал сколько убийств В этой игре я сделал 10 убийств И занял первое место по убийству Вот такая получилась у нас игра Вот такой вот видеоролик Пишите в комментариях записывали вторую часть Где я вам больше информации расскажу Потому что информации на самом деле много Но некоторые я вам просто не могу, к сожалению, рассказать С вами был я, Задание Картём Пишите в комментариях обязательно свое мнение об этом видеоролике И также пишите обязательно в комментариях свое мнение об этой войне За кого вы все-таки Мне будет интересно посчитать ваше мнение в комментариях С вами был я, Задание Картём Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Всем удачи, всем пока